Добро пожаловать в нашу томатную теплицу! Сегодня время подводить итоги. Посмотрите, какой у нас урожай в этом году в этой теплице. Эта теплица была у нас построена в феврале месяце, а томаты высажены только в середине июня, потому что мы цветоводы и основная, конечно, наша профессия это выращивать цветы. Поэтому томатам уделялось немного внимания и сегодня я как раз раскрою секреты, чем я их подкармливала, как я за ними ухаживала и как получить вот такой вот шикарный, я считаю, для цветовода результат. Посмотрите, какие кисточки обалденные, как горит на солнышке, вообще красота! Эти все томаты вырастили мы вдвоем с мужем. Я делала, конечно, большую часть работы, а Дима мне помогал и подвязывал. Спасибо ему огромное за это. Сейчас вам по пунктам расскажу, что я делала. Секретом успеха я считаю, что это хорошо заправленные грядки, поэтому мы вынули землю, которая у нас здесь была глина, завезли низинный торф плюс пойменные почвы, немножко верхового торфа и заложили органику. Здесь все росло на органических удобрениях. Больше ничем за сезон здесь ничего не подкармливала, заложила все вкуснятину в грунт. Мой рецепт прост, это морской коктейль, кольцегарден и мука из морских водорослей, а затем мы все перемешали. А при посадке уже в лунку добавила удобрения для пересадки и рассады. Но вот сейчас, конечно, можно было бы уже подкормить, например, осенним удобрением от Organic Mix, но я не стала. Потому что мне вполне достаточно уже хочется отдыхать. Я за такую простоту в использовании заложить в грядочки повкуснее и потом просто ходить и ухаживать, поливать и наблюдать за тем, какой урожай получается классный. Ну, конечно, для цветовода, либо для человека, который хочет поменьше времени проводить теплицу в томатной, я рекомендую все-таки сажать высокорослые томаты, потому что их можно вести либо в один стебель, либо в два и вообще не ошибешься. Что не скажешь про низкорослые, продеты. Они здесь у нас в 10 рядов, они были подвязаны у нас по ночам. Посмотрите на эти измученные кадры. Но все, всю работу мы делаем в кайф, чтобы потом получить вот такой вот результат. Посмотрите, это карамелла гибрид и вот это вот одно растение. Здесь, наверное, стволов 20 и он все вяжет, вяжет, вяжет. А знаете, какой он вкусный? Просто как конфетка. Ну, вот здесь мои самые любимые растут, например, томат Мистика. Это очень сладкий, черненький такой томат, но у него жесткая шкурка, поэтому для вяленья будет идеален. Хотя я его люблю и так просто есть. Котя. Котя это просто целый фонтан из коти, и это один стебель у него. Вот там есть еще второй. Черри Кирина. Очень красивый. Но обзор по сортам, по гибридам я сделаю чуть позже, а сейчас хочется вернуться к питанию. Читала я комментарии под предыдущим постом о том, что на органике вообще ничего не вышло. Мой совет. Всегда добавляйте новый грунт в старый, либо по возможности раз в несколько лет меняйте целиком грунт, чтобы он был хорошего качества. Это самый важный залог при выращивании цветов, при выращивании овощей. И тогда они ответят взаимностью и вот такой вот можно получить результат. Но на следующий год я хочу получить еще лучший результат, потому что все-таки они у меня как бедные родственники росли в этих бедных мешках. И в следующем году будет еще конфетка, даже симпатичнее. И знаете, кто больше всего радуется этому видео выходу? Наши родственники, которые скоро приедут из Питера и для закаток, для маринования, для вообще просто вот такой вот красотуз повезут с собой в Петербург, чтобы всю зиму есть этот урожай, который мы вырастили вместе с Димой. А на этом все. С вами была Марина. И пусть вас все зацветет.